В эфире городские новости. В ближайшее время мы расскажем о том, чем живет Саранск и его жители. Сегодня в выпуске. Никто не забыт, ничто не забыто. В Саранске отметили 77-ю годовщину Великой Победы. Что вы помнили? Героев Великой Отечественной войны разместили на рекламных баннерах города. Неласковый май. Когда ожидает тепла в регионе 13? Ответ синоптиков. Праздник Победы. В Саранске отметили главный праздник страны. 9 мая наши корреспонденты работали в прямом эфире на разных точках шествия Парада Победы. Они готовы рассказать и показать, как это было. Масштабно, ярко и красиво. Спустя два года в регионе отметили День Победы в очном формате. В столице Мордовии праздник традиционно начали с Площади Победы, где прошел митинг и парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Приветствую всех, кто присоединился к нашему прямому эфиру. Мы транслируем с Советской площади. Тут уже идет активная подготовка к Параду Великой Победы. Традиционно в нем примет участие вагенодуховой оркестр, юноармейцы, кадеты, знаменосцы и многие-многие другие. Сотни людей пришли сказать спасибо поколению победителей. Ровно в 10 часов состоялся торжественный митинг «Поклонимся великим тем годам». Далее к монументу воинам-уроженцам Мордовия, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, были возложены цветы. После этого на площади начался праздничный парад. Первый день войны им было по 17, 18, 19 лет. Из каждых ста ребят этого возраста, ушедших на фронт в первые дни войны, 97 не вернулись обратно. И бой идет, кровавый, смертный бой. После парада участники и все желающие шествием прошли по центральным улицам города на мемориальное кладбище. Главных виновников торжества провезли на УАЗах с открытым верхом. Служил я в автороте и после службы привез супругу сюда, из Казахстана, в Мордовию. Вместе мы прожили 44 года, а потом, значит, по состоянию здоровья, она уже 17 год как умерла. Поэтому сейчас я живу с дочкой, с зятем, внук и внучкой. Алексей Петрович, каково вам находиться каждый год на параде? Какие эмоции испытываете? Понимаете, какое дело? Хоть годы уходят, а с каждым парадом чувствуешь себя, значит, все увереннее, все вперед и вперед хочется жить. Спасибо вам большое! С праздником еще раз! Ветеранов проводят на УАЗах с открытым верхом. Эти машины предоставляют добровольцы. В этом году их 20. Скажите, пожалуйста, какой по счету это ваше участие в параде или для вас это первый опыт? Для меня это первый опыт участия в параде. Каково это вести таких гостей? Ну, очень почетно, очень интересно. В общем, мне очень нравится. Настроение у людей хорошее. Некоторые не могут сдерживать эмоции. У кого-то слезы на глазах. Ведь День Победы, 9 мая, это праздник не только праздник, но и день скорби, и день памяти. Это праздник со слезами на глазах. Кто-то кричит «Ура!», кто-то поет песни, кто-то читает стихи. Для каждого это что-то личное. Давайте узнаем у жителей, что для них значит 9 мая. Здравствуйте, с праздником вас. Скажите, пожалуйста, вот что для вас значит 9 мая? День Победы. День Победы. Счастливый День Победы. Мы ждали его и дождались. Слава всему, кто победил фашистов, растоптал. Вокруг праздник и радость. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Уходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Колонная шествия продолжает свое движение по улице Коммунистической. Несмотря на то, что некоторые участники уже немножко устали, все они находятся в отличном настроении и проследуют вплоть до завершения. А далее колонна следует на мемориальное кладбище, где у памятника скорбящей матери пройдет панихида в памяти о героях, о наших с вами героях. Еще раз с праздником! В 15 часов от привокзальной площади стартовала акция «Бессмертный полк». Люди приходили с портретами своих героев, семьями, классами, ансамблями. Перед началом, пока формировалась колонна, мы пообщались с участниками шествия. Сотни людей сюда пришли с портретами своих героев. И с одним из них мы сейчас познакомимся. Здравствуйте! Расскажите про своего героя. С кем вы сегодня? С каким портретом вы сегодня сюда пришли? Я сюда пришел с портретами двух своих близких людей. Это мой дед Сифуков Касим Феткович. Давайте покажем, да? Участник войны прошел всю войну, начиная от ее начала и заканчивая Прагой. Награжден орденами и медалями. И вернулся к нам почетный гражданин города Дзержинска, моего родного. Второй человек, это тоже очень близкий нам человек, у моей матери, родной отец. Попал в первые дни войны, в самые рубки. Погиб. Здесь еще мой сын, у него в руках тоже фотография у моего отца. Родной брат, тоже в должности матроса, выполнял боевые задачи. Был очень сильный, смелый. И понятно, что такие погибают. Трагично, но он тоже здесь, в составе бессмертного полка. Скажите, а вот что для вас значит принять участие в данной акции? Мы. Для нас эта война не обошла стороной. И всю нашу семью. У нас все члены семьи потеряли кого-то. И со стороны родителей, со стороны жены, с ее, со стороны. У нас 5-6 человек участвовали. И кто-то пришел, кто-то... И для нас это... У нас все это в душе. Спасибо вам. С праздником вас. Здравствуйте. У нас также есть еще герои. Поделитесь тоже своей историей. С кем вы сегодня сюда пришли? Это два моих дедушки, Блинов Егор Михайлович. Он дошел до Берлина. И эту фотографию, кстати, сделал именно из Берлина и прислал в письме. Пришел из войны, он попозже, не в 45-м, а на год позже. А это Филаткин Александр Алексеевич. Это дедушка с папиной стороны. Он у нас был в концлагере, но, слава богу, выжил. У нас есть даже справка от немецкого правительства, что он был там такой и работал. Слава богу, вернулся. И я помню его живым, и он прожил долгую жизнь вместе с нами. Это замечательно. А вот скажите, пожалуйста, два года из-за пандемии шествие бессмертного полка было в онлайн-формате, да? Вот принимали участие в онлайн-формате? Да, я принимала участие в онлайн-формате. Но все-таки живое, когда люди идут плечом к плечу, это гораздо важнее, нужнее, эмоциональнее. И я рада, что мои дедушки хотя бы с портретов могут принять участие в мирном шествии и услышать спасибо от нас, от потомков. Массово, от души и с гордостью колонна начала свое движение. За каждым портретом своя, большая, семейная и ценная история. Колонна людей двигалась по проспекту Ленина к Советской площади. Каждый человек, который шел в колонне, хотел поделиться историей своего защитника. Ну что ж, каждый герой заслуживает отдельной благодарности, но сейчас мы познакомимся еще с одним. Здравствуйте. Здравствуйте. Поделитесь своей историей, расскажите. Это мой дедушка по маминой линии, Марачонков Сергей Трофимович. Он ушел на войну в самом начале, в 1941 году. Воевал, но об этом говорить он очень не любил. Пришел очень болезненный с войны, но бабушка его выходила, вылечила, и он дожил до 75 лет. Торжества продолжались весь день. В завершении дня Великой Победы в Саранске прогремел салют. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Саранске и во всех районах Мордовии ко Дню Победы появились баннеры с фотографиями солдат Великой Отечественной войны, которые родились на Мордовской земле. Баннеры были размещены в городе в качестве живой социальной рекламы в преддверии праздника Победы и пробудут еще несколько дней. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. Эти песенные строки из кинофильма «Офицеры» очень правдивы. Почти у каждого жителя нашей страны в семье бережно хранятся истории и старые фотокарточки дедушек и бабушек, участников Великой Отечественной войны. Для многих очень важно не только сохранить память о них, но и поведать другим об отваге предков. Миссию собрать рассказы о человеческом мужестве во время войны взяла на себя команда проекта «Подвиги». С 21 апреля на их сайте любой желающий мог прислать историю о своем – герои, участнике войны. За несколько дней было собрано более 300 рассказов. Жители республики горячо откликнулись на призыв проекта. 55 первых историй решено было разместить не только на сайте. Они появились на городских баннерах в качестве живой социальной рекламы. И вот 4 мая первые баннеры украсили город. Ко дню победы такие щиты появились во всех районах Саранска. Для создателей проекта это во многом личная история. Вот это мой дедушка. И еще 50 человек по всей республике сейчас в своих городах, в селах, там, где они родились. С ними могут познакомиться лично, те, кто живы. Для меня важна эта связь. Мы не имеем права эту связь терять. Желто-оранжевый фон выделяется в привычном городском пейзаже. Взгляд невольно задерживается на черно-белом фото – мужчины или женщины. Рядом краткие сведения биографии – место рождения, звания, участие в сражениях, награды. С фото смотрит обычное лицо обычного человека, которому пришлось пройти через войну. И в этом, наверное, главный посыл проекта. Герои – это не персонажи в масках и плащах. Герои – это простые люди, которые встали на защиту своей Родины. И в наших силах сохранить память об их подвиге. Баннеры пробудут в городе еще несколько дней. Но и после окончания акции можно прислать рассказ о своем родственнике, его фото и другие документы, бережно хранимые в семейном архиве. История о нем появится на сайте проекта «На карте героев». Наступает ежегодный и традиционный сезон отключения горячего водоснабжения в городском округе Саранск. Он стартует уже сегодня, 11 мая. Как долго людям придется жить без горячей воды и когда ее отключат в вашем доме, узнаем далее. Подготовка к следующему отопительному сезону наступает уже в мае. Не обходится без планового отключения горячей воды. Напомним, что 30 апреля 2022 года теплоноситель перестал поступать в многоквартирные дома жителей города Саранска. В рамках подготовительных работ уже с 11 мая горячая вода перестала поступать в квартиры жителей. И первыми под отключение попадут многоэтажные дома в юго-западной части Саранска по адресам улица Энгельса, дома номер 3, 5Б и 9, часть домов проспекту 50-летие Октября, три дома по улице Фурманово, 4Б, 48 и дом номер 55, а также дома номер 1, 2, 3, 4 и 5 по улице Орлова в рабочем поселке Горяйновка. В Пролетарском районе отключения горячей воды ориентировочно начнутся с 16 июня, 7 июля и 14 июля. По различным адресам в центральной части Саранска горячая вода перестанет поступать приблизительно с 12 мая, 20 мая, 2 июня и 28 июля, в зависимости от расположения многоквартирных домов. Часть жителей Химаша без горячей воды в кранах останутся ориентировочно с 26 мая, другая часть – с 11 августа. Также отключения затронут жители ремзавода и рабочего поселка Луховка. Нагревать воду в кастрюлях и тазиках горожанам придется на протяжении двух недель. Тепло пропало не только в кранах. Холод, дождь и ветер – такая погода встретила горожан 11 мая. Как долго продержится пасмурная дождливая погода и когда вернется долгожданное тепло, нам рассказали синоптики. Погода в минувшие праздничные выходные выдалась отличная. 9 мая температура воздуха достигала отметки в плюс 19 градусов. Без осадков, чего не скажешь про последующие дни. Солнце сменилось тучами, второй день в столице льют дожди. Температура воздуха не достигает отметки выше 7 градусов. Холодный сильный ветер с дождем омрачают настроение жителей. С чем связано такое природное явление, мы узнавали у синоптиков. Похолодание, которое у нас отмечалось на территории республики, связано с торжением полярного циклона, который принес понижение температуры и осадки. Температура воздуха у нас оказалась на 7-9 градусов ниже нормы и была характерна для первой декады апреля. Осадков за прошедшие сутки у нас выпала декадная норма. Это очень много. Однако морозом и тучам скоро придет конец. Несмотря на то, что ночь ожидается холодной от 1 до 6 градусов по Цельсию, в городе грядет кратковременное повышение температур. Уже завтра, 12 мая, температура воздуха днем составит от 11 до 16 градусов тепла. Осадков не ожидается, ветер северный. Его порывы будут достигать от 2 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба. Мы продолжаем следить за обстановкой в городе и рассказывать о жизни и событиях столицы Мордовии. Если у вас есть для нас новости или предложения, звоните по телефону 8 961 099 18 92.